Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Здравствуйте! В эфире программа «Дело особой важности». Мы рассказываем о простых людях, которые, столкнувшись с юридической несправедливостью, не сдались, пошли до конца и во многих случаях победили. В подобной ситуации может оказаться любой казахстанец, и мы хотим показать, как важно никогда не опускать руки и добиваться справедливости, даже если для этого нужно будет пройти все судебные инстанции. Сегодня в программе. Прокуроры в роли истцов. Как три судебные инстанции разбирались в особенностях трудовых отношений служителей закона? Что считать грубым нарушением служебной дисциплины? Инициатива наказуема. Как желание исправить чужие ошибки привело двух прокурорских работников к увольнению? Может ли одна ошибка перечеркнуть 15 лет безупречной службы? И почему Верховный суд страны заступился за уволенных? В марте прошлого года Канат работал старшим прокурором в управлении комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры по Карагандинской области. Его коллега Ерканат в том же управлении занимал должность начальника одного из отделов, где занимались учетом правовой информации. Неожиданно в марте 2019 года оба были уволены за грубое нарушение служебной дисциплины. Вообще, надо сказать, трудовые споры – это самые распространенные споры, одни из самых распространенных споров, которыми сейчас занимаются суды, судебная система. Основанием для увольнения послужили материалы служебной проверки и протокол заседания дисциплинарной комиссии комитета. Сотрудникам прокуратуры вменялось в вину то, что они в нарушение действующих правил вносили изменения в данные Единого реестра досудебных расследований. Так было установлено, что Канат редактировал сведения по 139, а Ерканат по 216 зарегистрированным уголовным преступлениям. Из материалов дела следует, что истцы самостоятельно выявили допущенные нарушения и сообщили об этом руководству, что подтверждается рапортами. На основании рапортов Бекенова было внесено представление об устранении нарушений законности государственным учреждением управления комитета в адрес департамента полиции Карагандинской области. По мнению руководства ведомства, эти действия были грубым нарушением трудовой дисциплины. Между тем, уволенные прокуроры остались при своем мнении. Добиваться правды они решили через суд. Обратились в суд с иском к комитету о признании незаконными и отмене пункта 1 приказа о наложении дисциплинарного взыскания и восстановлении на работе, мотивируя тем, что работодателям в отношении их были приняты чрезмерно строгые наказания в виде увольнения со службы. Согласно статье 57 закона, основанием взыскания является совершение сотрудникам дисциплинарного проступка. При наложении дисциплинарного взыскания и определении его вида учитывается наличие вины сотрудника, тяжесть и обстоятельства совершенного дисциплинарного проступка личности сотрудника и отношение его к службе, наступление негативных последствий и причинение ущерба имиджу правоохранительного органа. Так дело попало в Сараркинские районы суд Нурсултана. Судья отметил, что порядок корректировки, внесенных в единый реестр досудебных расследований данных, регулируется специальным приказом генерального прокурора. Согласно этому документу, редактирование данных осуществляется на основании официальных запросов органов уголовного преследования. Однако при проверке выяснилось, в системе Кадагалау сведения о поступлении таких ходатайств отсутствуют. Увольнение – это самая строгая, самая сложная и самая ответственная мера, которая принимается, самая крайняя мера, которая принимается в крайне редких случаях. То есть именно в случаях тяжкого нарушения трудового законодательства, кодекса этих государственных служащих, закон о государственной службе, закон о правоохранительной службе и так далее. При назначении дисциплинарного взыскания работник, работодатель должен установить личность работника конкретно. И, соответственно, установив личность данного работника, установив все обстоятельства дела, он уже привлекает его в дисциплинарную ответственность. Более того, суд посчитал, что функциональной обязанности истцов не входила корректировка сведений в едином реестре досудебных расследований, что свидетельствует о превышении ими служебных полномочий. Также суд сослался на Этический кодекс государственных служащих, которые должны неукоснительно соблюдать служебную дисциплину и не давать повода для критики со стороны общества. С учетом этого суд согласился с тем, что истцы допустили грубое нарушение служебной дисциплины, и приказ об их увольнении полностью соответствует требованиям закона. Из Закона о правоохранительной службе. Статья 54. Служебная дисциплина в правоохранительных органах. Пункт 1. Служебной дисциплиной на правоохранительной службе является обязательное соблюдение сотрудникам норм и правил, установленных законодательством Республики Казахстан, актами руководителей правоохранительных органов и уполномоченных руководителей. Пункт 2. Руководитель правоохранительного органа и уполномоченный руководитель несут ответственность за состояние служебной дисциплины среди подчиненных. Уволенные прокуроры не согласились с вынесенным решением и подали в вышестоящий суд апелляционные жалобы. В них они указывали, что приговор суда в виде увольнения является слишком строгим наказанием. Постановлением суда апелляционной инстанции от 8 октября 2019 года решение суда оставлено без изменения. Отказывая удовлетворение иска, местные суды исходили из того, что совершенные и сами действия представляют собой грубые нарушения служебной дисциплины. Основания увольнения согласуются с требованиями под пункт 12, пункта 1, ст. 80 закон. Из закона о правоохранительной службе. Статья 80. Основание увольнения. Пункт 1. Сотрудники увольняются по следующим основаниям. Под пункт 12. За грубое нарушение служебной дисциплины. Истцы утверждали, они самостоятельно корректировали данные Единого реестра досудебных расследований в целях оперативности, что благоприятно сказалось на текущей работе комитета. Но прокуратура стояла на своем, считая увольнения вполне оправданными. Коллегия придерживалась того же мнения. Последней надеждой на справедливость стал Верховный суд страны. Обычно с работодателем мало кто хочет судиться, потому что работники все равно так или иначе морально, физически и материально зависят от работодателя. Это крайние меры, когда они уже идут в суд судиться с работодателем. Они всегда стараются мирно разрешить вопрос. Если там был наложен выговор или строгий выговор, или предупреждение о неполном соответствии и так далее, то такое дисциплинарное взыскание, как правило, никто из полицейских или сотрудников органов прокуратуры такие дисциплинарные взыскания не обжалует. Я так понял, эти работники обжаловали именно увольнение, потому что действительно от этого зависит их судьба. То есть весь их стаж правоохранительной службы, по сути, был прерван. И они как бы остались не у дел, не вне своей работы. Поэтому они пошли на эту крайнюю меру, обратились в суд. При рассмотрении дела в Верховном суде в мае этого года коллегия обратила внимание, что часть корректировок в единый реестр досудебных расследований вносилась истцами в целях устранения допущенных нарушений, что подтверждается поданными ими рапортами. Более того, на их основании управление комитета вносило представление об устранении нарушений в адрес Департамента полиции Карагандинской области. Другой важный момент. В действующих на момент увольнения правилах не были распределены полномочия сотрудников управления, допущенных к работе в информационной системе комитета. Следовательно, выводы местных судов о превышении истцами служебных полномочий и совершении ими грубого дисциплинарного проступка были ошибочны. Местные суды ошибочно пришли к выводам о том, что совершенные истцами действия представляют собой грубое нарушение служебной дисциплины. Выбор вида дисциплинарного взыскания относится к компетенции руководителя соответствующего подразделения работодателя. Нарушение пункта 2 ст. 57 закона о правоохранительной службе при наложении дисциплинарного взыскания и определении его вида и сам не были учтены тяжесть и обстоятельства совершенного дисциплинарного взыскания и личность сотрудников и отношение их к службе. В законе о правоохранительной службе не указано, какие дисциплинарные проступки относятся к грубым нарушениям служебной дисциплины. ИСы ранее не привлекались к дисциплинарным взысканиям. Они самостоятельно выявили допущенные нарушения и сообщили об этом руководству. Из закона о правоохранительной службе. Статья 57. Основания и условия наложения дисциплинарных взысканий. При наложении дисциплинарного взыскания и определении его вида учитываются наличие вины сотрудника, тяжесть и обстоятельства совершенного дисциплинарного поступка, личность сотрудника и отношение его к службе, наступление негативных последствий и причинение ущерба имиджу правоохранительного органа. В общем, на работе мужчины характеризировали себя как ответственные сотрудники. Ярканат вообще никогда не привлекался к дисциплинарным наказаниям. А Канат в последний раз получал замечание в 2016 году. Оба имеют стаж в прокуратуре более 15 лет, воспитывают несовершеннолетних детей. В данном случае я считаю, что действительно Верховный суд правильно рассмотрел. Вы ее все обстоятельства делали. С учетом этих соображений коллегия посчитала увольнение истцов несоответствующим тяжести совершенных проступков. В правилах разграничения прав доступа к электронным ресурсам не распределены полномочия сотрудников, допущенных к работе в информационную систему РДР. Такие распределения функциональных обязанностей были произведены только на основании приказа начальника управления комитета от 1 февраля 2019 года, то есть после совершения уже и самих дисциплинарных проступок. Факт совершения дисциплинарных проступок и сами не оспаривается, они только объясняют это тем, что ходатайство от органов преследования поступили позже, по окончании рабочего времени. Материала дела отсутствует доказательства, что указанные уволенные лица были ознакомлены с их функциональными обязанностями при назначении на должности. По этим основаниям судебная коллегия Верховного суда указанные судебные акты местных судов отменила и вынесла новое решение об удовлетворении требований ИСОВ. ИСы были восстановлены на работе. Я считаю, что данный спор не выходит за рамки системы, но он интересен тем, что все-таки на Верховный суд довольно редко пересматривают решения судов ниже стоящей инстанции. Соответственно, всегда процент понижается. Обычно решение районного суда, в нем можно добиться больших результатов. В апелляции пересмотр решения уже составляет, ну, на мой взгляд, по моим подсчетам, у меня нет точной статистики, но, на мой взгляд, около 20% приблизительно. А Верховном суде и того меньше, мне кажется, менее 10-5% от решений судов уже пересматриваются Верховным суде. Поэтому это действительно прецедент был создан Верховным судом, что они пересмотрели данное решение, потому что его можно было трактовать и в ту пользу, и в ту пользу. Были на то основания. То есть, как бы, с одной стороны, вроде работодатель принимает решение, никакой дисциплины на взыскание наложить. С другой стороны, суд все-таки обратил внимание, что работодатель не учел личности данных сотрудников, работников и иные обстоятельства, которые по закону должен был учесть. Таким образом, в этом деле, в конце концов, победила справедливость. Наверное, главный вывод, который можно сделать из этой истории, это, если можно так выразиться, судебная власть с человеческим лицом. Высшая судебная инстанция страны не отнеслась к делу формально. Вникла в детали, сопоставила реальную тяжесть допущенных нарушений с тяжестью вынесенного из сам взыскания. Наверное, так нужно действовать не только судебным органам, но и вообще всем руководителям государственных учреждений. Борьба за законность не должна превращаться в самоцель. Тем более, когда внутренние нормативные документы, мягко говоря, не идеальны и содержат какие-то пробелы. Возлагать на это всю ответственность на работников, наверное, неправильно. Но и самое главное, не нужно мириться с несправедливостью, ведь шанс выйти победителем из сложной юридической ситуации есть всегда. Это была программа «Дело особой важности». Смотрите нас на канале Хабар-24 и будьте в курсе самых сложных и самых резонансных дел казахстанской судебной практики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова